Образование и культура Огромное вам спасибо за то, что вы сделали, за то, что вы посвятили жизнь тому, что вот сейчас мы имеем, собственно говоря. Наша задача, мы так себе мыслим, что мы должны все это не растерять, приумножить, насколько это возможно, и передать дальним, следующим поколениям. Чтобы ни одна школа не сократила свой контингент, чтобы детей, обучающихся музыке, становилось только больше, но ни в коем случае, чтобы не забылась эта дорога в школу. Вот это наша с вами задача, это задача руководителей и педагогических коллективов школ. Ну что, я могу сказать, что, наверное, администрация города тоже уделяет какое-то внимание школам, они не остаются без пересмотра и без определенной опеки. Несмотря на то, что сложные времена мы сейчас проживаем, все это знают, школ немного в городе, но каждая из них абсолютно индивидуальна, каждая не похожа на другую, каждая чем-то особенная. Мне особенно ценно, что в каждой есть какая-то своя атмосфера особенная, атмосфера, которая, наверное, ни в каком другом учебном заведении города не может быть. В каждом из этих учреждений образовательной культуры города идет индивидуальный подход к каждому ребенку, то есть там нет группового подхода. Дети, каждый ребенок, это личность, и каждый ребенок индивидуально рассматривается, какие у него способности, где его можно подтянуть, что ему можно порекомендовать. И такого отношения нигде невозможно встретить, ни в одном заведении учебного. По устойчивым ступенькам не боится мы шагать, Семь, два, четыре, шесть, Страшно встать и не смотреть, Неустойчивые звуки Все листят на полоске, Подбежали в домике. История школы начинается в 36-м году. Решением правительства на базе Дома пионеров была открыта первая музыкальная школа, в которой 50 детей стали обучаться игре на фортепиано, скрипке и виолончели. Благодаря стараниям одного из директоров школы, заслуженного учителя КБССР Григория Николаевича Гитегежева, руководившего учебным заведением 33 года, в школе бережно хранится сделанный им альбом, в который вошли фотографии учащихся и учителей за период с 36-го по 50-е годы. Среди ребят и юные ученики школы Юра и Боря Тимиркановы. Число желающих учиться росло, и позже были открыты филиалы школы в Вольном Ауле и в поселке Кенжи. За годы существования школы ее окончили более трех тысяч детей. С самого детства я очень люблю музыку. И это не случайно. Мать моя была гармонистка очень высокого класса. Взрослее, взрослее я убедился, что музыка самое прекрасное создание человеческого ума и сердца. Сердцем надо чувствовать, чтобы музыку познать, полюбить. Пришло время, я оказался в министерстве культуры. Работая в министерстве, конечно, часто приходилось иметь дело с музыкантами, с музыкальными школами, с композиторами, и слушателями, любителями музыки. Я почувствовал, что огромное количество детей желает учиться музыке. А тут в городе одна школа была, прохладно, вторая, тернаузе третья. Я решил сделать большую сеть школ в республике. Мы создали много новых музыкальных школ. Выпускники одних школ шли учить других с первого класса. Актив большой сложился учителей музыки. Во всем Советском Союзе по насыщенности музыкальными школами относительно числа населения и территории учитывалось. Первое место. У нас в сельской местности было 19 музыкальных школ. Со всей страны интересовались, как вы это сделали. Я рассказывал, объяснял, помогал, где кому надо. 51 школу музыки и искусства в общем имели. Осталось где-то 30 с лишним только. Звучит музыкальными школами. 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 На что должна вести фразу, и очень важно, и слушать свою руку хорошо. И аккомпанировать в 2016 году, и мы будем работать совсем не гэто. Гэто и гэто, и после этого. В нашей замечательной школе я работаю с 1974 года. Самым востребованным и многочисленным является фортепианный отдел. 260 учащихся у нас учатся, и 19 преподавателей работают в нашей школе. Все преподаватели стараются на высокопрофессиональном уровне помогать учащимся ориентироваться в столь сложном, богатом в то же время и прекрасном мире музыке. Большое внимание наше отдел уделяет подготовке будущих профессиональных музыкантов. ПЕСНЯ Традиционными проектами нашего отделения являются концерты для первоклассников. Отчетные концерты, новогодние у нас очень хорошие концерты проходят, конкурс младших классов, фортепиановое отделение. Концерты вместе с ансамблем камерата. Ну, защита детей. Острее пальчиками. ПЕСНЯ 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 В 1953 году при школе открывается интернат для одаренных детей из сел Республики. Практически все выпускники интерната посвятили себя музыкальному творчеству. Инструменталисты, композиторы, вокалисты – они стали теми, кто сыграл огромную роль в развитии национальной музыкальной культуры Республики. Фактически 40% нашего симфонического оркестра – выпускники интерната. Этот интернат закончил Бегулов, покойный дирижер, он в музыкальном театре был, один из первых скрипачей, который московскую консерваторию закончил. Они обычно набирали сел, где музыкальных школ нет, или если даже музыкальные школы есть, то не на таком уровне. Мы распределяли по инструментам талантливых ребят, кто фаготист, кто габаист, кто кларнетист, кто, ну в общем, короче, вот по дефицитной музыкальной специальности. Нас часто водили на симфонические оркестры, там, ну, на концерты симфонического оркестра, мы, в принципе, я уже в музыкальной школе 5-6 классе уже ходил в симфонический оркестр, ну, в смысле, в училище. Будучи габаистом, я играл в симфоническом оркестре в училище на габоя. Таким образом, я уже изнутри начал чувствовать оркестр уже в музыкальной школе, будучи в интернате. И в интернате, кстати, я начал сочинять первая профессиональная песня у меня появилась в интернате. Первые две песни написал именно в музыкальной школе. «Яблоня в саду растет, каждый год от нас летет, речка медленно уходит, почему-то происходит». Это наш хоровой класс, к сожалению, маленький, но мы помещаемся. Мы здесь работаем по группам, когда у нас вводные репетиции, мы работаем в зале в актовом. У нас старший хор очень хороший. Мы вот недавно приняли участие во всероссийском конкурсе хоров. В прошлом году также приезжала комиссия в октябре, отбирали детей из Кабардино-Балкарии, отобрали 10 человек, в том числе 6 моих учеников из них, шестерка. У нас был в январе концерт в Мариинском театре. Под руководством Гергиевым мы пели большую программу. Гергиевым мы пели большую программу. «Пусть в теплых лучах неба сломит, пусть в теплых лучах небо сломит, пусть в теплых лучах небо сломит. пусть в теплых лучах небо сломит». Сводный детский хор был создан по инициативе Гергиевы. Он пришел с предложением к Владимиру Владимировичу Путину и сказал ему о том, что в Европе, во всех странах Европы существуют такие вот большие детские хоры, а в России нет. И Путин дал добро на организацию этого хора. Наше подразделение, 70 человек, хор Северного Кавказа. Одна из них, Сокурова Элина, она является солисткой даже этого хора. Большой вклад в становление профессиональной музыкальной культуры внес один из первых педагогов школы, ученик Глазунова, преподаватель теоретических дисциплин, композитор Трувар Карлович Шейблер. Именно он сыграл судьбоносную роль в жизни нашего знаменитого земляка Юрия Тимирканова. Я жила в одном дворе с Шейблером. Я Тимирканова Юру к Шейблеру пришла и сказала, я тогда в ансамбле работала. Слушай, я говорю, мне некогда, у тебя есть время. Ты поезжай за свои средства, а за Тимирканова я заплачу, отвези в десятилетку. И в десятилетке Шейблер отвез Тимирканова. Мне очень хочется сказать о тех педагогах, которые стояли у истоков. Это и Лякубовская, и Кирягин, и Лабаджурченко, и Иванов Полбухов. Вы помните их все. И 33 года в школе руководил Григорий Николаевич Гитегежев. Замечательный теорет, все мы его учились. Валерий Федорович Дашков, который учил Журу Тимирканову. Нестеренко, Эдит Николаевна. Шитов, Григорий Николаевич Баилов. Фридман Светилиана Анатольевна, Фридман Беатриса Анатольевна. Если мы говорим, что сейчас стало труднее, вполне понятно, что труднее стало работать. Проблем много, эти проблемы решаемы. Первая проблема – это кадровая проблема. Почему? Потому что в какой-то момент, когда было трудно, в 90-х годах, вы понимаете, что там была у нас какая перестройка. И в результате мы потеряли, так сказать, желание идти в эту профессию. Вот с тех пор. И вот пока это не восстановилось. Очень жаль, потому что, на самом деле, мы готовим кадры, школы готовят кадры. Мы посылаем прекрасных детей в училище, хорошо подготовленных. У меня сейчас, в моей школе, вот 23 человека на сегодняшний день учатся в средних и высших учебных заведениях в Санкт-Петербурге, в Москве, в Нальчике, в Саратове, в консерваториях. Школы хорошо готовят кадры. Если у меня ребенок поступил в училище при Московской консерватории и все сессии сдает на 5, это говорит о том, что и преподаватели по специальности его хорошо готовили, и теоретики хорошо готовили. То есть у нас возможность подготовки есть хорошая. И нужны младые кадры. Но, к сожалению, не всегда они к нам возвращаются. Я хочу сказать, что школу, конечно, огромное количество детей выпустило, да. И многие из них посвятили свою жизнь музыке, стали профессиональным музыкантами. Но в нашей школе есть чем гордиться и кем гордиться. Она, конечно, являясь настоящей музыкальной школой, она сыграла очень большую роль в становлении и развитии музыкального искусства в нашей республике. В 1986 году школа была награждена грамотой Двизи Думы Верховного Совета по СССР. В 2006 году ей была присылана имя Юрия Хатача Тимирканова. Среди знаменитых выпускников уже упомянутый народный артист Советского Союза, художественный руководитель и главный дирижер заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрий Тимирканов. Народный артист России, главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Государственной филармонии Кабардино-Балкарии Борис Тимирканов. Доктор искусствоведения, профессор, ректор Северокавказского государственного института искусств Анатолий Рахаев. Заслуженный деятель искусств, член Союза композиторов России, композитор Заур Жириков. Директор Кабардино-Балкарской государственной филармонии Тахир Зашакуев. Заслуженный артист России, художественный руководитель Камерного оркестра Камерата Петр Тимирканов. Петр Жанч, ваши воспоминания о мускальной школе? Очень хорошие, с одной стороны. У меня был замечательный преподаватель Лобач Жученко Николай Аклич. Потрясающий человек, замечательный, знающий педагог. Школа тогда была одноэтажная, и в нашем классе нужно было спуститься несколько ступенек ниже, получается, уровня пола. Первого этажа. Стояла печка посередине, посередине класса. И вот возле этой печки играл на велончели. Ну, самое тяжелое, наверное, было, когда уже стал подрастать, когда все мальчишки, друзья там во дворе. Вот ты с велончелием идешь в музыкальную школу. Вот это было обидно. Наверное, это уже добрая традиция в большой творческой семье Тимиркановых. Начинать музыкальное образование именно в этой школе. И сегодня уже новое молодое поколение постигает сложное искусство музицирования. Выбор пал на долю моей мамы, но мне этот инструмент нравится. Нравится этот инструмент, мне нравится, как он звучит. Также я хочу и дальше продолжать работу музыканта. Дотягивай, повел, повел. Смелее, смелее играй. Дотягивай, дослушивай. Два не обрывай так. Два не обрывай так. Особо одаренные ученики отмечены стипендиями Министерства культуры России, среди которых уже достаточно известные молодые дарования Эльдар Сарбашев и Артем Вишняков. С 2006 года талантливые учащиеся ежегодно получают стипендию Международного фонда культурных инициатив Юрия Тимирканова. Из 14 стипендиатов ЭД-10 продолжили музыкальное образование в лучших средних и высших учебных заведениях страны. Нравится? Будем разбирать. Следишь мне? По очереди пальцы. Для начала можно просто ударить. Раз, два, три. Раз, стеганат, два. Раз, два, три. Я родился в Америке, в городе Нью-Йорк. Я приехал сюда к дедушке и бабушке, мне привела сюда бабушка. Я учусь играть на фортепиано и больше всего мне нравится сольфеджио. Какие это номер ступеней? Первая и пятая. А неустойчивые какие ступени? Вторая и пятая, шестая и седьмая. Самая неустойчивая. Вторая и неустойчивая. Пусть ставим правила. Поехали. Разрешение ступеней. Хорошо. Наша школа очень светлая и теплая. Здесь очень добрые учителя. Мне здесь очень нравится. Я играю на скрипке. Когда я вырасту, я хочу играть в симфоническом оркестре. Я очень люблю играть на пианино. Когда я вырасту, я буду играть в оркестре. Тут уютно, тепло и светло. Можно поиграть на пианино. Тут хорошие учители, добрые. Мне очень нравится ходить в музыкальную школу. Мне нравятся наши уроки. У нас все ученики, которые хорошо поют, хорошо занимаются. Мне нравятся специалисты. Там учат играть на пианино, на сольфете читать по нотам, а на хоре петь. Школа проводит большую концертную деятельность, выступая на самых разных площадках. Выступая с 2013 года в рамках проекта «Классическая музыка в детском саду», юные музыканты не только приобретают сценический опыт, но и становятся носителями культуры, приобщая слушателей к мировому музыкальному искусству. «Классическая музыка в детском саду» «Классическая музыка в детском саду» «Классическая музыка в детском саду» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.